Здравствуйте, друзья! Вы на канале Пани Шпилька, меня зовут Яна. Сегодня я приглашаю вас полистать замечательную книгу известного кулинарного блогера Анны Китаевой «Я и моя пароварка». Эта кулинарная книга издана в 2015 году издательства Э и содержит 160 страниц. Книга издана на глянцевой бумаге, очень красивые иллюстрации, яркие, аппетитные, удовольствие их смотреть. Когда я готовлю своей пароварки, рецепты я беру именно из этой книги. Мне они здесь очень нравятся, они все выверены, все точные и получаются всегда просто идеально. Честно говоря, я не очень люблю готовить на камеру, я все-таки не кулинарный блогер. Но иногда мне настолько нравятся простые какие-то доступные рецепты, что я тоже хватаюсь за камеру. И с удовольствием показываю это вам. А сейчас давайте полистаем эту книгу и посмотрим, какие же рецепты нам предлагает Анна Китаева. Эта книга включает в себя несколько разделов, в которые входят мясо птицы, рыба, овощи, яйца и крупы, изделия из пельменного теста, дрожжевого теста, к чаю и на десерты. И к каждому разделу идут свои соусы. Вот, кстати, я часто слышу, что многие считают, что паровые блюда это исключительно диетическая пища. А диетическая пища это пресно и безвкусно. Вот могу сказать вам ничего подобного. Это абсолютное заблуждение. Между прочим, на пару можно приготовить самые обычные домашние блюда, такие как винегрет, гречневую кашу. Можно, конечно, и экзотические блюда восточной кухни, кому что нравится. Итак, раздел мяса и птица. Вообще, на пару их можно готовить как целиком, так и в нарезанном виде. Как правило, лучше готовить нарезанное мясо и разобранную на части птицу, просто потому, что это быстрее. Большой кусок мяса будет вариться слишком долго. Колбаски, буженины, тефтели, рулетики, все, что вашей душе угодно. Вообще, конечно, мягкая обработка паром вообще отлично подходит для приготовления мяса именно птицы, которое в духовке вообще очень легко, запросто можно пересушить. И, как я уже говорила, к каждому разделу идет обязательным дополнением рецепты соусов. Вот, например, к мясу и птице предлагается три рецепта соусов. Это соусы запеченных перцев, яблочная горчица и сливовый соус. Следующий раздел – это рыба. Да, здесь только глядя на картинки, уже просыпается аппетит. Такие блюда не стыдно подать даже на праздничный стол. Итак, лосось в имбирном маринаде, треска с помидорами в конвертах, суфле из лосося, котлеты из морских рыб, рыбные колбаски – это все названия блюд, рецепты приготовления которых описаны в этой книге. Опять же, соусы к рыбе, здесь у нас сырный и огуречный. Мы добрались до раздела по приготовлению овощей и овощных блюд. Параллельно я еще хочу сказать по поводу посуды для приготовления в пароварке. Кроме лотка, который обычно идет в комплекте с пароваркой, готовить в ней можно в силиконовых формочках, в формах из термостойкого пластика, стекла, керамика. Но не подходят для приготовления в пароварке металлические и деревянные формы. Это нужно просто запомнить. Металл ржавеет, а дерево оно просто разбухает. Но если у вас по какой-то причине не оказалось формы, вы запросто можете приготовить свое блюдо, например, сделав одноразовую формочку из металлической фольги. Итак, раздел яйца и крупы. Раздел представлен рецептами яйца вареные, яичницы, омлет, рис на гарнир, ризотто, ячневая каша с заправкой, гречневая каша с овощами. Время готовки риса всегда читайте на упаковках, потому что разные сорта риса готовятся разное количество времени. Единственное, что вам нужно, это залить крупу точно отмеренным объемом жидкости. Пропорции для варки на пару точно такие же, как для варки на воде. Изделия из пельменного теста. Чтобы сделать пресное пельменное тесто, достаточно муки и воды, а дальше уже начинаются варианты. Соль, яйцо, кипяток, молоко, кому как нравится. Мои любимые манты, без них я вообще не представляю домашнюю кухню. Китайские дзяодзи. Здесь для начинки используют имбирь. Бурятские или монгольские буузы. Их, между прочим, принято есть руками. И рецепт вот такого красивого оранжевого рулета с тыквой. Ну и, конечно же, вареники с творогом, с ягодой, кому как нравится. И, как обычно, соусы к этому разделу – это томатный соус и домашний майонез. Рецепты их приготовления. Следующий раздел – это рецепты из дрожжевого теста. В этот раздел входят такие рецепты, как польские паровые клетки, дальневосточные пянцы, китайские баодзи, булочки-бабочки, розочки, чешские кнедлики и австрийские гермкнедли. Главная особенность приготовления дрожжевого теста на пару – это тонюсенькая, почти незаметная корочка. Но зато это идеальная основа для того, чтобы вымакивать такими булочками соусы и подливы. Последний раздел этой книги – это рецепты к чаю и на десерт. Еще раз повторюсь, что единственная особенность приготовления на пару булочек, в отличие от духовки, это отсутствие румяной корочки. Но особенно удачными при приготовлении на пару получаются любые блюда из творога – запеканки, суфле, сырники, ленивые вареники, кремы и пудинги. Вообще, я слышала такую фразу, что творог и пароварка созданы друг для друга. Все рецепты в этой книге составлены из абсолютно доступных продуктов. Никакого эксклюзива я здесь не заметила. Ну и, как обычно, соусы, но уже к десертам, представленные шоколадным соусом, карамельным и клюквенным. Ну что ж, друзья, если вам понравилась эта книга, ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Я рада каждому из вас. А сейчас – пока-пока!